Знаю про то, как мобайл писать. Смута помню второй Android, но я помню, что когда я начинал, он был как раз, вот, четвертый iOS. Ну, короче, все вот эти вот штуки. Я прошел с мобайл весь Смут, когда он только стал популярным, и до сих пор продолжаю заниматься мобильной разработкой. До этого занимался бэкэндами на джаве, еще до этого писал на чистом C. В общем, помотал мне жизнь. Сейчас занимаюсь днем мобильной разработкой, оплачан. Мы сделали комьюис, назвали его ARMY. Мы популяризируем направление с виртуальной, с дополненной, со смешанной реальностью. Мы делаем proof of concept, мы делаем спичи, толки, knowledge sharing, ивенты. Это Алиса и я. Я немного еще расскажу вам про ARMY чуточку позже, но это то, чем мы занимаемся много. VR, ARMY. Давайте теперь я немного с вами познакомлюсь. Вы, думаю, поняли, кто я. Кто вы? Так, был такой вопрос, кто тут мобильный разработчик? Их там было буквально парочку. Давай, я мобильный. Ой, так вас больше. Отлично. Кстати, а кроссплатформа кто-нибудь занимается? У-у-у, почти. Это практически тяжелее. Так вот, в принципе, вы вот моя основная аудитория. Сейчас все остальные, ну, потерпите, пожалуйста. Но, может быть, вам тоже будет интересно. Особенно интересно, наверное, будет вот эти люди. Кто тут геймдевер? Ну, в кровавый интерпрайс. Отфили. Хорошо. Потому что геймдевеловоров мало, у них, скорее всего, был бы вот у вас, простите меня, короче, у вас будет максимальный такой гугурт, что ой, пришли мобильные разработчики, рассказывают нам, как его делать. Хорошо, что вас мало, мобильных разработчиков много. Окей. Другие люди. Кто вы? Вы дизайнеры, вы менеджеры, вы кто? Девелопер. Девелопер. Ну, то есть, в основном, в принципе, девелопер. Все. Хорошо. Отлично. Я просто пытаюсь немного адаптировать, насколько технически я могу вести толк, насколько я могу вам рассказывать какие-то вещи. То есть, понятно будет, непонятно. Ну, окей. Ладно. Познакомились. Но, что я хочу рассказать. Я хочу рассказать, прежде всего, опыт сдвига сознания мобильного разработчика в PR. То, чем я занимаюсь все свое свободное время и чуточку больше. Как мобильный разработчик, тут сейчас будет еще один тест на вопрос. Что вы сейчас уже знаете как мобильный разработчик? Ну, вот те, кто есть такой человек. Ну, предположительно, вы умеете писать нативно под iOS, умеете писать нативно под Android. Может быть. Вы умеете писать нативно и подумать, что это на Android. А может даже какой-то вопрос. С этого началась ваша карьера. После этого вы решили, что ну все, я могу отгадать. Потом пришло понимание паттерна. Вы выучили кучу непонятных слов. Вы сходили на несколько конференций, посетили Coca-Heads, сходили на Moby-Punk, еще какие-то. Там вы бы сказали про MDM, про Reactive. Ну, и вы вот что-то поняли нормально. Так, после этого, не в первый год наверняка, а может быть потом, вам пришло осознание, почему тесты это важно. То, что тесты важно, нам, конечно, рассказали на всех этих конференциях. Вы даже посмотрели там на гугловых презентациях, как вы правильно представляете, у вас там было много вся. Но, ну, непонятно, пока не почувствуешь на себе, что действительно это было зачем-то, это непонятно. И вот, через несколько лет разработки вы поняли. Оп, тесты важно. И в конце концов, вы познали всю боль какой-то, например, разработки. Потому что вот то самое, о чем не пишут в документации, о чем не пишут в мануалах, какие-то вещи, которые должны работать, а не не работают. И вам говорят, ну, господи, это же известная бага, все ее знают. Смотри, чик, все, заработал. Вот кто знает, я же не знал, я вроде мобильный разработчик, я не знал. Вот, и вот еще такой боль. И вот, на уровне хеллфайра, вы такой, если всегда профессиональный, сеньорный, классный, высокооплачиваемый, вообще просто дружка, решаете, что вам скучно. Вы можете пойти, ну, часто в менеджеры люди идут. Некоторые шительства, не знаю, сети модов, архитекторы, кого-то еще. Ну, некоторые люди говорят, ну, нет, а мне вот интересно дальше продолжать заниматься разработкой. И одно из направлений, куда вас может занести, это как раз тренд VR, AR. Начинаете, вы понимаете. Ага, что он должен знать? Ну, допустим, C-sharp. Ну, ладно, C-sharp, я знаю C-sharp. Какой-нибудь язык, который, скорее всего, отличается от того, на чем пишите вы. Потому что, ну, Java и Objective-C я не знаю, но, может, кто-то сейчас еще мобильные разработки использует. Мы используем Kotlin и Swift. Ни на Kotlin, ни на Swift. Вот, буквально до недавнего времени, какая-то платформа для VR, AR как-то не особо была. Поэтому, скорее всего, нам нужно учить что-то другое. Допустим, это C-sharp. Вы учили, ну, как-то нормально. Потом, внезапно, приходят вещи, которые очень веселят геймдевеллеров. Когда ты говоришь, шейдеры. Они такие, ну, шейдеры, ну, да, а что такое? Ну, на самом деле, шейдеры, это как монада функционального программирования. То есть, человек не может рассказать другому человеку сразу, что такое монада, потому что тут не поет ничего. И вот шейдерами оно личное. Это настолько просто. Но ты начинаешь говорить, и человек тебя не особо понимает. Ты начинаешь рассказывать про анимацию. А ведь книги пишутся, да, как правильно гумануэлов скелеты анимировать. Оказывается, анимация – это сложно. Физика. Ну, тоже кто-то я там в школе учил. Большинство не учили. И все как-то сложно очень начинается. И как-то он немного так попускает. Потом приходит другая вещь. Максимальная боль. Вот, мне кажется, это самое страшное, что может вообще с вами случиться. Это понять юзер-экспериенс для XR. XR – это VR, VR, VR. Юзер-экспериенс. Как сделать приложение, которым действительно будет удобно пользоваться. Это намного сложнее, чем вам кажется. Есть куча видео. Дизайнеры наконец-таки сжалились над нами. И они пришли к нам рассказывать, а как, собственно говоря, все это делается. У них хотя бы методология отработанная для этого есть. А разработчики, они же дикари. Они как-то ломанулись. Ау, можешь, могу, пошел. Вот, но... Делали что-то страшное. Сейчас потихоньку уже даже приходит осознание. А как выписать вот эти платформы? Но это сложно. Это сложнее, чем все вместе взятое, мне кажется. А потом приходит гейм-деф-боль. Это та же самая боль, которая была в Mobile, только теперь гейм-деф. Она полностью другая и тоже непонятная. И тоже те вещи, которые кажутся очевидными для какой-то группы людей, для вас неочевидными. И все очень сложно. Вот. Проходите вы все вот эти вот этапы. Доходите где-то там до конца. И тут вы понимаете, вы ничего вообще не знаете сейчас. Что дальше? Как это? Той я дорогой пошел. Не той. Потому что вариантов куча. Фреймворков, квадриллион, девайсов тоже довольно-таки уже много. Что со всем этим делать? Ничего не понятно. Обо всем этом можно на самом деле довольно-таки много говорить. О том, какой дорогой идти, что делать. Я расскажу опыт, который мы прошли. В принципе, это... Ну, даже не весь, а только один путь, который мы пошли. И я не назову его праведным. Я не назову его единственно верным каким-то. А может даже и вообще верным. Ну, вроде у нас получается что-то сделать. А что сейчас... На чем вот мы остановились? На чем мы сфокусировались? Мы сейчас сфокусировались в двух вещах. Мы сфокусировались на AirCore и Unity. Про AirCore чуть-чуть сегодня уже, да, проговорили. Ну, Unity, ладно. Unity все любят, все знают. Оно прикольно. Можно было, конечно, про Unreal порассказывать. Но так как я США в ГАИ, то мне Unreal не так заходит, мне и не нравится. Очень-очень вкратце, то есть это не наша цель поговорить в сравнении с AirCore. Ну, все. AirCore. Кто знает, что AirCore стал просто платформой? Ну, все знают, что Google Earth, наверняка, что я смотрели. Он работает под iOS, он работает под Android. Google говорит, что он работает в Android. Но у меня нет. И ни у кого он не работает. А можно поставить экспериментальный браузер, чтобы это все завелось. Если вы просто попробуете поработать, а... Ну, нет. То есть, не так. AirCore Cross Instrumentasy. Вот это, кстати, киллер фича. Мне очень нравится. Потому что вы можете лицать, как дополнять свое Android-приложение. К примеру, фрагментами с AirCore. И вот потихоньку выводить его в Air. Здорово. Вы можете подключить его в Unity. От этого получаются свои дополнительные какие-то плюшки. Вы можете использовать его с Unreal. Тоже хорошо. Вроде как можно даже использовать его в Web. Но это, наверное, для тех людей, у которых есть экспериментальный браузер. То есть, ну, я не знаю. Я оба раза поставил знак вопроса. Потому что, ну, не знаю. Какой из кроссовых инструментов у нас появляется еще в Benet? Это DaryWire. Вы, как разработчик, уже наставили плагинов. Может быть, даже GIMP от Киева учили. То есть, уже, ну, как-то все понятно. Там, Git, Rebase, Merge. Вы поспорили. Все, привыкли. Как расписать-то правильно? И привычиться не надо. Классно. Все есть. Все готовое. Все знакомое. Очень-очень. Очень здорово, что Google не сделали какой-то велосипед. А на EOS используют AirKit. Потому что это первый вопрос, очень часто, который мне от метров приходил. Ой-ой-ой. Не надо использовать AirCore на EOS, потому что там же что-то свое будет. Там будет все очень плохо. А Москва говорит, нет. Там AirKit работает под ним. И, короче, все очень хорошо. Я не успокаиваюсь. Это классно. Но в отличие еще AirCore, как мне кажется, является SteamCore. О нем я чуть-чуть потом скажу. Есть важные недостатки. Главный недостаток, лично для меня, это визуализация. Я, конечно, выберу слайд с непосредственно кодом. Но представьте себе теплую, страшную IDE, в которой куча Java букв абсолютно заполняется в весь экран. И все. Вот это то, что видит разработчик на AirCore. Ну, не знаю. Мне, наверное, хотелось бы видеть больше чего-то. Когда я делаю вещи для AeroVR. Потому что, может, я недостаточно умный, чтобы представить это все, как это будет выглядеть. Ну, недостаток результации только с ассоциативным подходом. Понятно, если вы возьмете, к примеру, тот же Unity, то вот у вас все в Unity видно, что происходит. Поэтому не так сложно. Каких-то откровенных фейлов AirCore я, откровенно говоря, не встретил. Мы не столкнулись с такой штукой, как Паша рассказал, что оси в другую сторону съезжают, еще что-то. Ну, наверное, я сильно поздно пришел ко всему вот этому. Потому что все, в принципе, норм. Причем, если изначально AirCore компетировал, действительно, по-моему, 4 девайса. Это 2 пикселя и S8 и Samsung. Ну, не плюс. То сейчас этих девайсов намного больше. Китайцы подтянулись буквально. Ну, их очень-очень-очень много. 12. 12? Да нет. Мне что-то казалось, что больше. Ну, окей, я не буду сейчас спорить. Предположим. Ну, 12 это больше трех. Я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Ну, что сейчас вышло. Вышли по выходу на сервале? Я думаю, как выгиблил эти дома? Окей. Мы сейчас похалеварим. Чуть-чуть продолжим. О-о-о! Мужчины, боли. Сейчас это будет. Аааа... Мы сейчас неожиданная AirCore. Ну, мы же неожиданная. Я неожиданная. Ну, что, из какого? 6s, да, по-моему, удаляршись? Да, 6s и 6s. Ну, так там, шо есть? Ну, 6s, 7, 8. Игус вообще. Я еще и 7s, и 6s, да. Ну, я не знаю. Не суть. Главное, что на самом деле фреймворк очень молодой. И с этим есть определенные риски. Мы на них не натолкнулись. То есть, какие-то вещи, которые говорят, ой, не работает, мы не встретили. Но и сам функционал, ну, так. То есть, например, даже у них есть, если вы с AirCore привязываетесь к лекарям каким-то картинкам, то там 15 на 15 см, исключительно плоская-плоская, там она чуть куда-то этот не распознает. Ну, то есть, у него есть ограничения, с ним нужно мириться. Но, к счастью, они описаны. То есть, когда вы выбираете фреймворк, вы можете как-то посмотреть, она там 15 на 15 см должна быть минимальная картинка. Я там визитки собрался распознавать, но мне это, наверное, не подойдет. Вот. Тем не менее. Unity. Простой. Это и плюс, и минус. Плюс, потому что вы быстро стартанете. Минус, потому что, если вам зайдет какой-нибудь проект на саппорт, то человек, который быстро стартанул, скорее всего, его написал. И со всеми недостатками отсюда вытекает жизнь. Но, ура! Зато он хотя бы просто платформенный, он работает на кучу-кучу всего. Деплоис, зато, я не знаю, это действительно стандарт области. Поэтому с большой поддержкой asset-форматов тоже. Если какой-нибудь формат не поддерживается в Unity, то это неправильный формат какой-то. Unity понимает, как правильно оптимизировать форматы под задушный target-платформ. И asset-store действительно классный, на котором валяется куча всего готового. Вы просто подключаете к своему проекту, используете профит. Здорово. Какой есть минус? Это в том, что нужно еще смотреть на ваше приложение. А что вы действительно сейчас пишете? Если кто-то заказал у вас разработку мобильного приложения с элементами Aero, то я так предполагаю, что это все-таки мобильное приложение с элементами Aero, а не Aero с элементами мобильного приложения. Поэтому, скорее всего, человек будет ожидать от вас нативного экспириенса платформы. А с Unity... Ну, они там пишут. Ага, вы такие были. Как классно писать мобильные приложения на Unity. Им так нравится. Там несколько циклов статей. Я не знаю. Я как Head of Mobile Step читал и не плакал просто. Нет. Это вообще не классно. Если вы уже хотите, возьмите там Zemer, возьмите React Native. Блин. Нативно не получается. Грустно то, что плагины для нативного функционала нужны. Почему грустно? А как же иначе? Это же нативный функционал. Надо как-то его подключать туда. Мне очень нравится подход, в котором пошли Zemer. Которые написали просто байдинги. В рапуле все что есть. То есть, ты из cross-form обращаешься к какой-нибудь функционалу, а оно само одна магия. Как-то идет в натив. То есть, грубо говоря, это те же плагины. Но так как байдинг строится довольно-таки прозрачно, на мостных сетях делаешь. Зато не создается ощущение того, что это действительно какая-то внешняя вещь, которая просто подключаешь к себе проект и все, и понеслась. Неудобно, не классно. Может быть, не классно, неудобно, потому что у меня есть позитивный опыт cross-platforma с другими фреймворками. Главное, что меня тоже расстроило, если конкретно шифтим мобильный experience, это дубанк на мобильном девайсе. Знаете? Ну, вы-то наверняка знаете. Как рекомендуют производительность сцен исполнять. Потому что товарищи, зато из Profile, так и Oss. И вот у нас тут столько вертиксов. А мы сейчас начнем их убирать. И вот мы их там поубирали, и оно будет потом работать. Но мы немного не так в мобайл работаем. Мы не оптимизируем, пока можно не оптимизировать. Поэтому мы сначала договорились на какой-то девайс. Типа, должно работать на S6 Samsung. Это наш таргет-девайс. Мы на нем тестируем до тех пор, пока нам не станет нравиться. Как только нам нравится, все, мы дальше не оптимизируем. А здесь получается немного трачный. И даже сам дебаг какой-то кода, он очень прикольный. Потому что приходится идти и логичь трачь. Но это с трудством всем рассказывать, что так надо и так правильно. И что дебаггер разжижил наши умы, и мы стали ленивые. Но я не очень с ним согласен. Мне кажется, дебаггер очень сильно ускоряет разработку. И как-то неудобно все сейчас там. Я поговорить люблю поэтому. Если мы затягиваемся, то будет долго. Вот. Такие вот плюсы и минусы. В пользу Unity хочется еще заметить, что вот этот вопрос, он на HDC выступал, не был KNOD, в котором привел кучу интересной статистики. Я из всей его статистики оставил здесь только две. 87% Gear VR, 91% PoloLens. Как вы считаете, что это за цифра? Приложение на минуту. Правильно. Приложение. 91% приложений на PoloLens сделано в Unity. И там есть классный Toolkit, который позволяет все это писать. То есть в PoloLens, зачем классно? Но Gear VR, вы поговорили, это отдельная тема. Тем не менее, 87% всего, что их делало в Unity. Но для меня это было аргументом, почему посмотреть в сторону Unity. Предположим, откуда-то оттуда был на первом конце докладе вопрос. Как начать? Айркорбэйк. Если у вас сам город, если хочется прямо сейчас сесть и что-то делать, и не особо заморачиваться, там шутиться в Unity, учить вот эти все вещи с геймдэвбойю, возьмите Айркорб, возьмите Синфорд. Очень крутой хеймдэвбой, очень простой, максимально сейчас примитивный и тем не менее функциональный. То есть в нем практически ничего нет, но скорее всего там есть все, что нужно вам. Поэтому твикстанты очень простые, очень все легко, крайне рекомендую. Но те, кто меня знает, те догадываются, что я бы не пошел таким путем, потому что это сильно легко. Мне, вот, душа обожается, не было ничего такого, поэтому мы пошли дальше. Мы пошли с Unity. Причем с Unity есть много вариантов, а как можно пойти, что теперь вот дальше делать. К примеру, можно было пойти по трех направлениях. Первый, это воспринимать ваше приложение как игра, игру. То есть забыть о том, что есть ли какие-то бизнес-меницы. То есть забыть вот это, если вы мобильный раззвучили все вещи, к которым вы так долго привыкали, к тому, что, о, это все приложение, там, Enterprise, ну, вот эти вот вещи. Вот оно как-то немного отходит на второй план. Если забить на весь свой экспириенс, купить себе несколько книг по геймдэву, прочитать, как правильно написать игры, потом попытаться отвязать сознание от игр, что это все было не то, и как-то применять для приложений вместо того, оно неплохо работает. Правда, проблема в том, что очень долго в это будете идти, потому что все курсы, ну, я небольшой, на самом деле, фанат сейчас книг, ну, сейчас полетительная. Почему? Потому что мне нравятся онлайн курсы смотреть какие-то. Я их смотрю просто вот по кругу, не знаю, когда там на неделе какие-нибудь там скидки, и, очередной, накупил себе там 10 штук, и вот сижу, работаю, тем временем, мне что-то там расстанавливает. Да, я понимаю, там, не сто процентов я не могу сфокусироваться, вот именно сесть и там книг забивнуть. Тем не менее, ну, не знаю, мне такого способа обучения забудут. Когда вы смотрите курсы на той же Udemy про Unity, про вот это все, они с вероятностью 99% будут рассчитаны на game dev. И этих курсов там очень много про 2D. 2D вам нужно как-то стараться игнорировать. А потом вам говорят, ей-ей-ей, в коем случае не игнорируйте 2D курсы, потому что в них очень важная информация. Очень важно, очень важно, когда не игнорируйте 2D курсы. Вот, потому что ваша жизнь коротка, а приложение написать хочется уже сейчас. Вот тебе все знания, они действительно важны, но потом, когда вот что-то сделаете, потом уже как-то немного разберетесь, и пойдете расширять свою экспертизу вот тогда в 2D. Вот, поэтому не тратится свое время на это. И, в принципе, мне кажется сейчас, что это, наверное, правильный путь. Вот так вот надо было бы пойти и разбираться со всем этим. Конечно, это было easy для меня, поэтому мы пошли другим путем. Следующая вещь, о которой мы подумали, а вот, допустим, мы возьмем и используем какой-нибудь фреймворк для того, чтобы пошарить код между iOS и Android, как оно это умеет, а потом это все дело в ракуре выносили плагины, о которых мы чуть-чуть поговорили, и подключим их в Unity. И получится у нас кодшаринг. Будет у нас классно. Сделаем все. Не делайте так. Вот это плохой путь. Потому что оно и само по себе не очень так хорошо работает. Код шарится очень неудобно. С нативными плагинами, короче, там сплошная боль у нас получилась. Не очень хочется в нее даже сильно вдаваться, потому что, знаете, как это, в Вьетнаме такие флешбаки, как все это было, очень неудобно. Поэтому мы решили еще усложнить всю эту штуку. Мы пошли с менедж плагинами и нативными плагинами. Как это все работает? Что вообще такое менедж плагины? Если вы откроете документацию в Unity, то они говорят, а, кстати, мы поддержим DayRating. И вот менедж плагины – это обычные DayRating. Вы их туда подключаете, пишете, и все у вас хорошо. Только они в документации обходят в момент того, что вы туда подключаете еще какие-то серфа-цифреймворки. Но ничего страшного. Главное, почему я, например, когда увидел менедж плагины, я впервые очень воодушевился. Да потому что C-Shark – это классно. Но есть еще функциональные языки. И тот, кто как-то немного подсел на всю эту штуку, тем вот все тянет, вернулся туда. И есть, к примеру, тот же F-Shark. F-Shark – офигенный язык. В нем все очень хорошо. В Unity на F-Shark писать нельзя. Кто помнит, там C-Shark и JavaScript. Но, если вы делаете DayRating, то какая разница, в чем она была написана? Хоть на Visual Basic, если вы особо не бумаги. Поэтому, в принципе, пишите на F-Shark и библиотеку, оборачиваете – все работает. Более того, вы же сеньорно-победный разработчик. Вы не только научились писать унин-тесты, вы поняли, зачем это делать. Поэтому вы начинаете это все делать, там оно все работает. Очень круто, очень здорово. Следующая мысль, которая приходит – это «У меня получилась изолированная штука с изолированными абстракциями». У меня могут быть даже разработчики, которые сидят, пишут какой-то код и вообще не думают, а мы сейчас пишем AR-приложение, VR-приложение, мобильное приложение или, может быть, вообще чат-бота. Кусочек. Очень здорово. Звучит как-то это. Можно даже попасть в свой доме. Потом, ну, окей, вы сейчас больше к мобильным приложениям. Архитектурный патрон. Есть куча каких-то устоявшихся вещей, которые, мы, например, разработчики, вот они надолевали друг друга, обижали, оскорбляли, потом дружили, ходили друг к другу на конференции, там, виттеры друг на друга ругались. То есть, они все такое прошли, но почему бы не перейти и не послушать, что у них там было не так, даже если мы должны дендировать правильно. Вы это все знаете. И еще классная вещь к этому дню. О боже, я не представляю себя в США про разработку без него, это серьезно. Это, если говорить, кто там просто лежал в трейморке, там лежит все. То есть, это тоже стандарт в .NET разработке. Писать .NET приложение и не использовать .NET, вы скажете, господи, в .NET вы, скорее всего, застряли где-то так в... Ну, короче, давно. Ну, не в 90-х, но, короче, очень как-то старик. И я такой, небольшой, про юнит. Мне было интересно, а есть ли нюкет в юните? Ну, должно быть еще даже, не смотря на шплакина, а просто что-то добавить, и чтобы скрипты туда подкидывать зависимость. Ну, должно быть. Я вот такую вещь нашел, она версии 0.15, что как бы намекает. Хочешь ее проверку, говорят очень хорошо. Вот просто нюкет работает. Но на самом деле, есть такая шутка про Vim, что у него есть два режима. Он умеет бибикать и все портить. Так вот, нюкет в юните, мне кажется, он как Vim, он тоже бибикает, все портит, и в виде такого смысла никакого. Он добавляет свои файлы, отказывается выкачивать все зависимости, которые есть. В итоге, оно не компилится, он сам на себя ругается. Ну, может быть, это потому, что он версия 0.15, но мне непонятно. Не рекомендует. В менедж-логинах, в DailyVers, какой программы у вас не было? В архитектуре. Опять же, мобильные разработчики, которые додумал свой и так же правильно писать, они пришли к логуцу. Я не знаю, следите вы там за мобильными, за мобильной разработкой. Не следите. На это, я понимаю, тут буквально пару человек, кто в этом варится, поэтому вот так. Но у нас сейчас, у EOS-ников самая модная фишка это Flux и Redux. Они там пишут, говорят, оно направлено, все очень хорошо, приходят в диспатчер, диспатчер их в store кидывает, оно в view обновляет, но в сути тоже легче, это диспатчер, и короче, все в диспатчер, все это направлено, все очень просто, очень хорошо, это за ним покрывается. Очень им нравится, EOS-ники говорят, вот так они написали. Есть и другие товарищи, другие EOS-ники, олдскульные, они вот по Viper. Ананглер там очень хорошо все это рассказывает, причем, много есть характеров у Viper, но мне кажется, он клевый. То есть, если взять NDC и реализовать его так, чтобы все сущности можно было протестировать, то у вас, скорее всего, Viper получится. Но не суть, ведь тут много всего, с EOS, EOS, Dragon, Sentity, роутер, все это работает, любопытная вещь. В кроссплотломенной разработке у нас, ну, например, в черт-каке, в Zemlin, мне кажется, самый популярный паттерн, это все-таки MLM такой остался. То есть, он довольно-таки простой, в нем же не описано кучи всего. Если кому-нибудь из вас посчастливится или не посчастливится, попасть ко мне на собеседование, и если вы скажете, что шагите в MLM, то у нас будет долгая с вами беседа, но и не в том смысле, что я могу набить вас бонус, я знаю, на MLM-овы нет. Но мне очень интересно, как вы будете решать в MLM вопросы с навигацией, а что такое модель, а как вы это вообще понимаете, а где логика хранится, где все вот это. То есть, на самом деле, MLM довольно-таки слабенько описан, и он сейчас позиционируется как архитектурный паттерн какой-то, но не архитектуры уровня приложения, поэтому это все очень сложно. И тем не менее, каждый как-то понял MLM, и он пишет все свое приложение в ее модели, считает, что это правильно, и как-то ребята с этим разобрались. MLM, в общем-то, может использоваться в том числе и в тех задачах, о которых мы только что поговорили, с менедж плагинами. Казалось бы, ну вот оно. То есть, мы подключили менедж плагин, мы его сделали, протестировали, написали его на F-Sharp, с любитом. Вот это счастье. Все классно. На самом деле, нет. Потому что зависимости в Handlet очень тяжело получилась. Ваша библиотека, она не вконфилируется, а доверка не вконфилируется, а вся зависимость, которая в ней есть. Она у вас, получается, довольно маленькая, там, допустим, с 10 килобайт, вот то, что она сделала все. А то, что вы туда подключили еще мегабайта два каких-нибудь левых лип, оно, естественно, не пошло. А если вы их возьмете и перенесете в Unity, то оно просто не заработает, потому что Unity скажет, ой, а половина из того, что ты подключил, у меня уже есть. Зачем ты это сделал? И ты начинаешь их оттуда убирать. Ты их поубирал? Оно говорит, у нас теперь вроде нормально. Запускаешь? Оно говорит, ой, украш тебе в рантайме. Потому что что-то там пошло не так. И ты... А жить в рантайме это вот очень прикольная речь. Потому что они, ну, не знаю, как в общем, как джейсон пишут, как у них это получается. Я, наверное, недостаточно умею, что бы так делать. Меня это посылает. Есть еще Unity CDP, потому что оно даже работает и не так. И то, что у вас заработало на одной платформе, не факт, что заработает на другой. Поэтому, вот такой вещь, что, а я сейчас напишу там, поддебажу все на андроиде, а потом на iOS портирую. Нет. Нужно следить еще за вот этим, чтобы все правильно заработал. И, короче, ты пишешь этот код с постоянным страхом. А заработает оно у меня вот сейчас со следующей транс. Вот я здесь сделал фичу, но когда я задеплую, оно не сломалось все еще, и уже все. И надо откатываться и понимать, что я сделал не так. Потом, внезапно оказывается, что из-за того, что зависимости подключаются иногда очень специфически в проекты. В частности, можно собрать так библиотеку в Дотнете, что, если ее ставить как будто на обобщенный код, она установится, но не только абстракции есть. И там стоят заблужки, которые, нот-имплемент, это вот здесь, лайфхарноцепс, и будет бросаться, и все. И поэтому, нужно ее совсем не так подключать. А так как ее нужно бы подключить, она для вашей платформы вообще не сделана. Потому что она сделана только, например, для Xemarin. А Unity не Xemarin. Вот. И все. Или там на Windows. Оно у вас тоже как-то не заработает. Поэтому, такие вещи, как рефит, например. Ну вот, у андроидчика есть. Ретрефит. Рефит – это порт того же самого, только на Дотнете. Очень крутая вещь. Не получится у вас его использовать, потому что он нативно хочет работать. Ну, наверное, если сильно-сильно заборочится, у вас получится это сделать. Но, нет. Мне ей понравилось. SQLite. SQLite тоже не так работает, потому что он же тоже платформ-специфик. Поэтому его из Asset Store подключают. Но в менедж свой плагин вы просто так его не отсунете. То есть, вам нужно и разбираться с тем, как Xemarin. щики пишут свой код. Ну, если вы Solid осилили, то последняя буква – это то, что вас спасет как раз. Вы можете внедряться в зависимость, и все с вами будет хорошо. Но если Solid не осилили, то ну, страдаете. Но платформенные библиотеки, скорее всего, не заработают у вас, потому что они не рассчитаны на кодику. Вот такой вот путь, и в худшем, нет, в лучшем случае оно у вас не скомпилится, а в худшем у вас будут ошибки бронтальными, причем не предсказуемыми. Поэтому класс. Отдельная вещь. Хочется заметить ВВВ-класс, и не знаю, видите этот рабочий фильм. Как вы с ним живете? Он такой странный, он такой интересный, что, когда приходишь с опытом с другой платформы какой-то, то те вещи, которые вы там сделаны, вот каротина, это тоже очень такая специфическая вещь. Я не сразу въехал, почему надо было делать так сложно. Потом я понял, что изначально будут 1-3-5, у вас не было TPL, АТАСов не было, синхронности не было. Ну, в Средневековье все это, поэтому приходилось извращаться. такие увлекательные штуки, на которых сидишь и думаешь, да как же так? Но мне кажется, что это один из моментов, который, помните, я говорил про геймдэвпэйн? Вот это геймдэвпэйн. И через какое-то время, после того, как поборол, понял независимость внедрять, осознал, как с ВВВ-классом он поработает, что с ним не надо, что нужно уйти от него куда лучше. Со временем, оно даже начинает нравиться. И такой, ну да, ну более много, ну в общем-то, прикольно даже, есть какое-то, в этом можно найти свое удовольствие. И об этом вот хочется вам сегодня чуть подробнее как раз и поросать. В 2016 году я выступал в Минске на Тарфе, когда нам надо рассказывать про реактивные фреймворки и про то, как вот все по старому писать. Не модно, сейчас все объекты еще нападались. И я тогда приводил пример с ВВВ-классом. Это было просто приложение, я не помню, там не подготовился или ему прямо написал зрителя. У меня была идея, если вам хватит времени, я мог и при вас сегодня его написать. Но, нет, кажется, не успею. К счастью, я на этот пластел кодек, поэтому я чуть-чуть кодек покажу. Надеюсь, это у нас не будет на Тарфе. Короче, ВВВ-класс, который я написал на Тарфе активно, вот сейчас вот так. Есть OpenWeather Service, который бесплатный, который может зарегаться, получить докен и получить погоду. У него вот такие модели. Сочи сразу для названия, я решил их не перенимовывать. Там, Main, например, Temp. Ну, короче, какие-то вещи. Вот у вас есть две доменные модели, да? Какой-то root, это просто ответ от сервера, и есть Main, в которой есть температура. У него там полеет еще подребен, но просто их все опустили. То есть, пока что все просто, да? Две модели. Потом вы пишете на нем одним сервис какой-нибудь. сервис может выглядеть, например, так. То есть, у него есть аж потом личный, публичный метод и передать туда сити. Сити что сделает? Он получит и потом оттуда достанет температуру. Он достанет температуру, просто аэрис, он спокойно получит, успеет, да? Зачем это сделать? Для того, чтобы модели не уносить из нашей менедж-пайты. и есть, например, Absorbel 2000 advanced level между прочим 2016 года реактивный. Мы говорим Absorbel from Asia теперь то, чего не было так долго в ЮНИТе и говорим как выглядит например, вот так. Это всего лишь метод, в котором предается ваш обойти сити, идет туда, получает такого же метода в документации написанной в СССР, это не артист. И можно расфаксить ответ диссериализацию через json.net. json.net заработал. Раньше такого не было. И, короче, у нас все получается. Причем, так как у нас менеджники плагин, у нас с вами все классно, и вы сейчас практически находимся в тренде мобильной разработки современной, то можно дальше чуть-чуть сделать плюс-плюс, вставить сюда вот такую вещь, и внезапно у вас появляется теоретизация запросов, лимиты, оффлайн-мод в вашем приложении, и куча всего того, что у белых людей есть на матахах, и того, чего с вебер-классом было, мне кажется, непросто ко всему этому как-то приходить. Вот. И еще. Вью-модель. Вью-модель, это была, говоря, абстракция на нашем. Вью-хай, которая у нас будет класс, будет только вверх. У нас будет температура и город. Причем город мы дадим возможность менять, а температура у нас будет в доме. И она будет только приходить из нашей менеджники плагин. И мы говорим, что температура, это на самом деле город, который пропущен через функцию get-temperature для этого города и становится с реактивным пропорцией с него. То есть, в принципе, все. Что вы сейчас получили, теперь каждый пользователь этого класса, который будет менять поле с городом, будет у нас сама появляться температура для этого города. Когда она будет с ошибками, без ошибками, надо, хендить, не надо. Это все теперь пользователям модели не волнует, потому что оно просто отработает. Самый странный момент. Помните, я говорил, что зависимости очень сложно? Так вот, методом пробки ошибок, но теперь нужно будет выделять людей скопировать ваш проект, и до эверики сидеть и знать, какие нужно выбрать и скопировать. Потому что, если вы скопируете систем, то будет ругаться. Говорит, такое уже есть. А если вы скопируете какую-то штуку, которая там тоже быть не должно, то она тоже будет ругаться и крэшиться. Вот это, в общем, самый интересный момент во всей этой разработке. Но вы уже опытный менеджер-плагин-девелопер, практически сеньор, поэтому вы знаете, что копировать у вас все хорошо получается. Скопировать. Пишите фейлеры. Ну, например, я сделал какой-то. У меня просто есть текстиль, в который я буду показывать свои какие-то данные видео, и Депендент сеньором даже все-таки не слышал. Ну, то есть понятно, что в подакшене не надо так писать. Это я сейчас с ним просто для того, чтобы просто все оставить. После этого я говорю, э, если температура изменилась, то пожалуйста, в текстиль, где они, в ней, в ней, в текстиль. И начинаю, как в старт-квооттин, делаю. Это просто реберан с линд-разработчиком. Ладно, ладно, и так все-таки с вашими кооттинами. Хотите, можете их тоже продолжать использовать. Все с ними будет хорошо. И запускаю вот такую штуку, что вот в моей модели в город. Среди цирки, д-предсекунд, д-режь, 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 д-режь. И вот так это находит. В принципе, и все. То есть никакого прямо-хендинга ошибок мне здесь не нужно, потому что он сам сделался. Сама юнити-часть ничего не представляет ни о моделях, ни о том, что там внутри делалось. Ничего такого. Запускаем, ну, профит. Вот было, когда я это все делал, 15 градусов. Ну, в принципе, у нас получилось сделать абсолютно резервированный порт для нашего предложения, подключить его и использовать. Но немного может показаться, что как-то сложно. Потому что столько действий ради довольно-таки несложного функционала. И вы можете себе немного упростить жизнь, если будете использовать, опять же, средства, которые используют те же Xamarin разработчики, потому что они тоже с платформой идут. Например, вы можете использовать кейк. И с кейком гонять юнитесты, написать скрипт, который будет копировать сам эти библиотеки нужные, куда вам нужно. Может даже будет юнити-проект, но правда это только на Windows поддерживается. Ну, и как-то с этим, с ним жить немножко приятнее. Потому что это не для Visual Studio, которые все это делают. Ну, короче, там, рекомендую посмотреть, если вас интересует этот кейк. Но, что, в принципе, мы будем предоставить искать после всего удаленного ужаса, который я вам повернул, это то, что получилось сложно, а быть так не должно. Не надо усложнять то, что можно сделать просто. И здесь зависит все от того, а что вы изначально собрались писать. Зачем вы вообще пошли писать это приложение? И если вам нужно просто перед друзьями сказать там, или там, мама, я разработчик, то, может быть, вам нужно просто написать линзы для Facebook, или для Snapchat, или Амазоновский, или свой сервис, и просто там все очень элементарно. И Facebook действительно сейчас для Instagram и для мессенджера тоже запустит эту штуку. Снабжат, вообще популярная тема, поэтому там все это работает. И, может быть, к тому моменту, когда вы решитесь это все сделать, то, может быть, еще какой-нибудь храмворк, он еще больше вам подойдет, поэтому погуглите, и, может, оно как-то так будет проще. Если вы хотите написать свое приложение только для Mobile, подумайте, может быть, имеет смысл его писать только для Mobile. Взять лативный храмворк, например, AIPIC, AIR.com и написать. Пишите для Mixed Reality. Я не знаю, где вы взяли этот девайс, ну, вряд ли это Lenovo Explorer или что-нибудь такое, то есть, ну, под него мало кто пишет конкретно. Если это HoloLens, ну, по моему ангрификации, у вас все и так хорошо, идите читайте документацию, там просто все очень хорошо. Если все-таки вы только не представляете, что вы пишете, если вы просто помешаны на том, что нужно разделять все ответственности, да, ну, Бог вас покусал все-таки на этих этапах вашей карьеры, у вас все вот хочется вам сделать по красоте, ну, в одном-то же клуб. А какой, собственно, клуб? Тихий про вещь, которой мы тоже занимались. Мы как раз рассказываем о том, как вы это сделали, что мы делаем. Мы делаем ничего про в консультах. Потом мы рассказываем, как вы их сделали. И, соответственно, постоянно какую-то вещь пытаемся делать. Мы не так давно это все начали делать, буквально недавно-недавно. Поэтому, присоединяйтесь к нашему движу. Вот что я хотел вам сказать. Если вам интересно послушать про какую-то еще речь, может быть, вам просто любопытно познакомиться со мной, но вы стесняетесь подойти, у меня есть такие стикеры. Поэтому вы можете прийти и сказать, а можно мне стикер? И вот, у нас уже диалог начался. То есть, можно дальше какие-то вопросы говорить. Про это меня есть много, проходите, разбирайте. И, конечно же, присоединяйтесь к такой группе в Фейсбуке, где мы периодически все это апдейтим. Спасибо. У нас есть буквально четыре минуты на вопрос. Потому что дальше обед я не смею вас задерживать. Четырнг? Четырнг? Скажите, это... Она же не ограничивается софт-сервом, она вообще где-то по фактам. Я не знаю. А я с СИКОМ. А, отлично. У меня есть вопрос. Ну, я так понимаю, что в Аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор. Я знаю, что это в Аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор. У нас, да, тоже, такое, гоняет классно. Вот, заятков проблемы. Да. Есть проблемы. Да, и царутили, да? Проблемы есть с Аэрофором, в Аэрофор. Он... У нас постоянно... Если мы подключаем геолокацию и начинаем что-то делать, то она не точно срабатывает, иногда уезжает, где-то сцена... Да, не случается. Да, она действительно... И пошла, пошла, пошла. Вот, действительно, я собрал вам, когда сказал, что не помню ни одного проблемы. Такой, что типа, аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор, в Аэрофор. Ну, наверное, вот, да. Геолокация, она как-то вместе все не будет. Да. А я на каком стане сейчас... Ну, это просто писал, что ты, то... Ну, то есть, там было раньше дефекище OpenGL, да? Лоу-левел, там, мандер деможил, и все дела. Ну, я... Ну, действительно, не спустил вот зараз. Ага. С тем форум. Вот надо использовать снеглоки, танк, ну, настолько все... Картинку туда. Все, да? Ну, что-то вроде. То есть, там, грою специально создать себе. Тебе вот такую штуку там набросил. Там даже ничего страшного для не камера в отрасли шейдер. Там даже не звучит. А может просто... Оно работает нормально. И так, да? Ну, поэтому... Очень рекомендуется. Ну, как вы решили вопрос с яркостью, да? Ну, солнце светит очень ярко, а вот близки нет. У товарищей из iCore как раз есть все для этого. То есть, они пытаются сделать подразделение, сочтение от ответа, который там делается. Поэтому, когда мы с iCore делали то, опять же, мы работаем нормально, и там все хорошо. Если мы про Unity говорим, то... К сожалению, мы его особо никак не решили. Потому что мы можем сами этим всем увидеть механизм, но сейчас это не активность. То есть, это не iCore, на который мы пошли именно призмывать свою полноценную службу. Поэтому с iCore, когда мы шли, никак. Ждете, когда сделано? Вы знаете, я так предполагаю, что леводные разработчики, это особенно в аренде я делаю. Они же на то и в аренде я это делаю, чтобы ты думаешь, что это классное, и вот у них работало. Я, как более практический разработчик, мне нравится, когда мы просто работаем. То есть, мне нравится писать приложение. Я никогда даже не мечтал, на самом деле, работать с геймд, но мне всегда было любопытно создавать продукты какие-то. Поэтому для меня это звучит как челлендж, что, о, давай, мы поборем вот эту вещь, вот мы ее поставим так, она это не умеет. А мы так, ты видишь, ты где? Мне скорее более интересная именно ценность этой фичи, которая есть. И если эта фича, она будет там выбиваться с этой органами от окружения. Ладно. Вот, поэтому вот, да, ребята из аренде я это все хотят, кстати, я на них очень надеюсь. Ну, чтоб не понять. Ну, чтоб собрать яркую к собрать аренде, да? То есть, форум стал. Программ будет. Недавно, как раз, Микель Дейказа хвастался, говорит, Смотрите, какой-то товарищ Француз сделал для всего-то, для Unity. Вот, и там можно... Там рендеры не особо работали. Ну, и там, в принципе, было много каких-то арпоментов. Тут главное, что... А зачем? Ну, тоже нет. То есть, как шоу-то, молно, да, Касминг хочет швидко, просто платформер, но, вот, делал, как они еще тут нащипили, но, например, это ИА. Ну, в рамуце маринейки, ИАФОР. Не, можно взять и просто платформ. В том же фруксстав можно написать таблиэндеры на все что угодно. Можно проносить туда будет вьюхи и использовать, внедрять туда хоть одновременно какие-то код на платформах. Я не помню. Точно были байдинги, готовые для ИАФОРа, когда он только вышел. Я не знаю обновили все эти вьюхи, кстати, потому что мы сейчас этот подход не практикуем, то есть, ну, по-своему, можно, но даже особо туда не резли. Вот. Ну, по идее, это будет лоб. То есть, можно пойти с платформом и просто влюбить туда на тему. Уже моё вопрос. У меня вопрос. У меня вопрос. У меня вопрос. Ну, мы недавно работали весь этот проект с Саргонским. И до школы брали Вивиан Фребург. Брали мы же кроссами и лейтем. Вы брали кросс. Что еще есть? Я надеюсь, все остальные люди, мы сейчас это помогаем. Нет, кросс не плохо. Он продает... Но он раз в тысячу на выбор тоже. Мне кажется, он... Чьи шаги? Лайт я бы вообще не рассматривал. Кросс нормальный. Ну, как ли? Ну, есть призм, есть реактив. Ивайн, например, тот же. Хоть с прайшным играми, если вы с этими функциями идете. Если я сейчас начинал проект, я бы однозначно его начал или с реактив. Или, может быть, с фрешем. Ну, вот я показывал много. Непонятно, что у нас сделали реактив. Просто, что это вообще-то заблухло. Но это тоже френдфорг. Это, грубо говоря, когда прокрутят, я думаю, то есть серийный слайд. Вот. Ну, я пошел с чем-нибудь реактивным. В любом случае. Саша, вот ты рассказывал про опыт, долгий путь с двою. Да, сейчас, вот учитывая все это, какой подход используется в основном для плотного решения? Мне очень нравится то, на чем мы сейчас остановили. Андрагора с менеджистым плотином, которая вышла, она получилась довольно классная. Потому что мне нравится разделение ответственности. Мне нравится, когда я могу протестировать каждый отдельный функционал. Мне не очень нравится. Когда все буковки солят. Когда все буковки солят. Я на этом буковке лично хочу не говорить, если бы встретил. То есть, да, это наш путь. Поэтому, я думаю, вот так бы и пошел. Мой вопрос. Про рост платформы. Да. Что будет, когда будет в Уксе? А что будет? Ну, видите, по-моему, она не поддерживает. Тут сложно сказать. Потому что это тоже... Ну, не знаю, что мы это увидим. Но... Да нет, ну, у меня есть куча. Но мы сейчас можем про халяван пойти. Не, не скажем. Мне просто интересно. Мы готовимся лично уже очень давно. Успокаивает, что сейчас я не начну спиливать в андроид. Это корр модерн. Но мне интересно, с кросс-платформой как? Что у вас? Все, что нативно работает, оно будет работать в кросс-платформе довольно-таки легко. Потому что много технологий так появлялось. Грубо говоря, когда Google анонсировал AirPore, они что же не говорили? Кстати, в Xamarin оно работает. Потому что оно работает, оно оборачивается и все будет. То есть, если оно хоть каким-то боком заведется нативно, то оно будет работать в хас-платформах у всех. Сейчас я хочу попробовать одну слову. Истинно. Да? Очень важно. Флаттер. Ты точно не видел? Да? Флаттер и ААР. Чи мне вообще здесь другой? Нет. Но ты знаешь, флаттер... У Битлз, когда забрали интенсивные руки у Битлз, может не у Леннона, у всех спросили, по-моему, кстати, у Леннона, а как вы считаете, Энгастар это лучший барабанчик в мире? И говорят, Энгастар даже не лучший барабанчик в Битлзе. Так вот, Platter, у него что-то хорошее даже в Дэнн, самое мобильное, говорят про АЭ, потому что, окей, оно у них смотрится классно, ты пускаешь в Дэнге, оно смотрится классно, ты пытаешься сделать что-то свое, поначалу оно смотрится классно, но очень быстро в такое что-то превращается билтое, оно не работает, оно травмозит, оно с такими детскими болячками пока что сталкивается, что мы даже не пошли писать, даже мы были не предложены из Platter, не говоря про то, что мы пробовали там АЭ. Дэнге уже есть, Дэнге уже, по-моему, точно есть, я как раз уже на неделе осмотрел, по-моему, что-то было. На Гитхабе там есть целый снипль со всеми метлатровскими плюшками, там по-моему это есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ